Слушай, я думаю, что наша современная российская власть вполне может что-то подобное попробовать провести. У нас же, что будет тогда? У нас некоторое количество людей, возможно, это десятки тысяч, может, это даже и миллионы людей останутся там без работы, без какой-то, да, потому что в Ютубе многие работают. Естественно, у нас будет все гораздо хуже с получением информации, с объективной получением информации, особенно из других регионов. Население, естественно, станет гораздо менее информированным, чем сейчас, потому что, ну, без Ютуба что у нас там остается? Телеканалы наши, которых там непонятные люди друг на друга лаят круглосуточно. Вот, я, честно говоря, вот с 2014 года так мельком смотрю на этих людей, и я вот даже имен их не запомнил за сколько лет прошло, за 6-7 лет, вот, что это за люди, как бы, почему они друг на друга лаят, что-то там про Украину вещают, зачем мне вообще Украина, не очень понятно это все. И вот они 6 лет лают, как Дом-2, и на каждом телеканале, как бы, да, Дом-2 закрыли, видимо, чтобы не составлять конкуренцию этим ребятам. И, конечно, этого не будет хорошей историей, но логика сегодняшней управленческой системы мне не очень понятна, честно говоря. Логика поднять цену телеканалам, то есть, ну, как раньше, может быть, помнишь, избавлялись бандиты от сельхозпроизводств продуктов, да, то есть, для того, чтобы поднять цену на сельхозпродукты, просто там сливали молоко в канавы, еще вот это будет очень похожая история. Вот, для того, чтобы поднять цену непосредственно на, ну, на свой продукт, так сказать. Ну, насколько поднимет цену на вот этот вот шлаг информационный, который по телевизору показывают, отсутствие Ютуба, или у нас народ начнет по телефону байками обмениваться, или там сам издат какой-нибудь появится, как это было там в конце Советского Союза, да. Я маленький был, 10 лет мне было, когда Советский Союз развалился, я прекрасно помню, что люди там листовки друг другу передавали, и читали их, зачитывались там на каких-то машинках. Спрос на информацию сейчас высок, на самом деле. Предложить людям исключительную информацию из телевизионного ящика, на мой взгляд, будет большой-большой ошибкой, как бы не стратегической даже, но при условии, что не так все и задумано. А зачем этот Рутуб по большому счету? Для того, чтобы просто деньги контролировать, ну, хорошо, если ты там блогеров, которые развлекательного характера контент имеют, будешь контролировать деньги через них. Но опять же, к одному блогеру придут, второй блогер уже скажет, ребята, зачем мне это надо? Ну, просто зачем? Я буду то же самое делать там в Ютубе на Украине, или в Украине, там кому как нравится, да, и там 40 миллионов потребителей русскоязычных, русскоговорящих, здесь 140, там 40, я буду меньше зарабатывать, но буду свободнее, там и уеду. Еще, может, в Чехии там еще где-нибудь, там 20 миллионов эмигрантов каких-нибудь русскоязычных по всему миру. Ну, рынок 60 миллионов человек, вполне можно по большому счету, 60 миллионов там русскоязычных за пределами Российской Федерации, можно вполне себе позволить жить любому блогеру и, ну, топовому имеется в виду блогеру, без там, Рутуба какого-то. Потом, Рутуб, он же, насколько он вообще актуален за пределами Российской Федерации? Ну, никак не актуален. Вот, вот и в чем, то есть ты, фактически, любому там блогеру предложат выбор, да, либо ты работаешь на 60-миллионную платежеспособную публику, да, которая за пределами русскоговорящую, да, либо ты работаешь на 140-миллионную публику, которая, там, из которых 80 миллионов сидят, телевизор смотрят, и никогда Ютуб не открывали и не планируют, да. Ну, фактически, по-моему, такой, ну, загадочно, кто бы выбрал, чисто математически загадочно, кто бы выбрал Рутуб, даже при отсутствии Ютуба, как бы там. Ну, и вот тем, кто живет в России и вещать в Ютубе, им, конечно, будет сложнее. Live for Mutt.